Сергей Хориков Он терпит страдания на земле, погибает для того, чтобы возродиться на Олимпе. У этого произведения скрытый смысл. Стрела, которую держит в руке Геракл, не знает промаха. Эти стрелы как бы завещаны Аполлоном нам для того, чтобы уничтожать все препятствующее развитию человека, открывать ему пути к развитию максимально. Именно луком и стрелами человек может только использовать две руки. То есть и мечом, и каким-то дротиком, копьем он может использовать одну руку. А здесь работа двумя руками. Она подразумевает то, что мы должны быть более широко в этом мире представлены. Сергей Хориков – один из немногих современных скульпторов, которые в совершенстве владеют традиционной техникой резьбы по мрамору. Молоток и долото – основные инструменты художника, под которыми рождаются творения. Каждая скульптура требует особого внимания и подхода, а самое главное – времени. Вначале в голове появляется образ, который затем отображается в мраморе. Как правило, Сергей одновременно ваяет не одну скульптуру. Иногда что-то не можешь додумать по одной, но ее приходится отставлять, чтобы созрела она, что ли. Или я, чтобы созрел для этого. И работаешь над другой. Потом вдруг чувствуешь, что ты должен ее заканчивать. И легко заканчиваешь. Ну, работа над сложной работой занимает несколько месяцев. Над какой-то более простой работой она может занимать неделю. Сергей Хориков родился в Москве в 1955 году. Учился резьбе по камню у старинных русских мастеров. Было время, когда выполнял заказы Министерства обороны СССР. Вот уже более 20 лет трудится в собственной мастерской. Творит, что называется, для души, периодически показывая работы миру. В мае текущего года при поддержке греческого культурного центра в Москве прошла выставка «Вдохновение Эллады», где Сергей представил пять работ в белом мраморе. А в 2009 в бельгийском экспоцентре композиции автора оценили жители и гости Антверпена. Сергей уверен, Россию и Грецию связывает тонкая нить истории. По словам скульптора, есть что-то общее в письменности и философии древних мыслителей. На вопрос, почему именно Эллада стала вдохновением мраморных образов, Сергей отвечает, она колыбель большинства разумных существ. Это вот боги разных времен, титаны, титанические народы и люди разумные, различные разумные чудовища. И самое главное – племя вот таких славных героев, которые и двигают историю человечества. Мне кажется, вот это очень интересно. На пьедестале почёта в мастерской возвышается бюст Гомера. Древнегреческий мыслитель привлёк автора своим слогом. Эпическая поэма поэта-сказителя Илиада, по мнению Сергея, неповторимое произведение искусства, своего рода памятник греческой литературы, в основе которой многочисленные сказания Древней Греции о подвигах героев. Удивительный человек. По сути, ведь на Гомере выросла вся Иллада. Это был её учебник и философия, и история до того момента, когда возникли новые философские школы. Поэтому это создатели Иллады. Экспозицию «Древняя Греция» составляют порядка 30 работ. Сейчас автор трудится над образами Эрихтея, афинского царя, изобретателя первой в мире колесницы, и фиванским сфинксом, мифическим чудовищем, которое съедало путников, не знавших ответа на загадку, кто имеет четыре ноги утром, две днём, три вечером, и бывает самым слабым, когда имеет больше всего ног. Разгадка была такая, что это человек. Но на самом деле, ведь это ещё только начало этой разгадки, потому что теперь нашей задачей является то, чтобы ответить, что же такой человек. Последний вопрос риторический. Ответ на него найти практически невозможно. Мраморные статуи скульптора – собирательные образы людей и неземных существ, причём разного временного промежутка. Однако все они перекликаются с героями современной действительности. Ксения Хинерина, Юлия Климова, Артём Сергеев. Телевидение Западного округа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...